Многоэтажки на пересечении улиц Маршала Жукова и Крылова напрямую зависят, как и весь жилой фонд города, от таких небольших одноэтажных построек, трансформаторных подстанций. В них круглосуточно преобразуется энергия до бытовых и так нужных параметров в 220 вольт. Сегодня у энергетиков профилактический маршрут. Кратковременно они отключают подстанцию, чтобы проверить все составляющие, убедиться в том, что снабжение бесперебойно. С наступлением тепла начнутся и серьезные работы. Помимо капитального ремонта и реконструкции электрооборудования, важнейшим мероприятием по подготовке электросетевого хозяйства к отопительному сезону является проведение плановых текущих ремонтов, утвержденных графиками. Планово-предупредительные ремонты позволяют своевременно обнаружить и устранить мелкие дефекты электрооборудования. Ремонтная программа комплексная включает в себя не только текущий ремонт подстанции, но и санитарную обрезку мешающей растительности. На 2024 год муниципальным предприятием Абаканские электрические сети запланировано проведение текущих ремонтов на 214 трансформаторных подстанциях, обрезка растительности в охранной зоне на 18 воздушных линиях в общей протяженностью 2,7 километра. Выполнение всех запланированных мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей города Абакана. Работают абаканские энергетики и с энергоконструкциями отсыпают скальником основу электролинии и подстанции, где требуется. Поднимают их на более высокую отметку, чтобы избежать выхода из строя. К примеру, на особом контроле находится электросетевой объект на Нижней Согре – СНТ-водник. Здесь находится воздушная линия протяженностью около 4 километров. Допустить ее подтопление нельзя. Все должно работать в полную мощность и бесперебойно. Константин Анникин, Владислав Воронов. Новости.